приветствую любителей предметно-материальной истории самая запрашиваемая самая популярная самый популярный запрос на youtube и в поисковиках это очистка и мойка серебра на примере вот этого серебряного подноса 925 пробы вот она в уголочке стоит покажу как я это делаю существует много способов отмывки это и сода это и в общем много разных лимонная кислота но здесь предмет заводской полировки вернее и остатках в предыдущем ролике мы с петровичем отреставрировали этот поднос была глубокая вмятина с обратной стороны я вот начал ее уже выводить она практически ушла немножечко доработать осталось и будет красивое место вот здесь было место разруба в общем на примере этого подноса покажу как я отмываю серебро один из способов отмывки чтобы отмывка получилась качественной необходимо очень тщательно обезжирить отмываемый предмет и когда будем обезжиривать я уверяю удивитесь сколько грязи смотрите смоется с него просто обычным растворителем накопившиеся за годы жиры всевозможная грязь прилипшая которая будет обязательно отражаться на полировке и вот смотрите что получается с белой тряпочкой это без применения каких-либо чистящих средств обычный обычный растворитель 646 ну какой был под рукой не было ацетона остался только растворитель и вот смотрите что происходит вот 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 Если не удалить этот жир и грязь, то в этих местах чистящее средство не проникнет на поверхность серебра и соответственно она не очистится. А после обезжиривания специальным раствором, который я вам покажу, можно очень легко очистить серебряные предметы. Вон видите, что происходит, просто растворителем смываем грязь и уже блестит, поэтому не торопитесь применять зубную пасту или зубной порошок, либо какие-то еще другие абразивы, просто помойте предмет и к нему вернется блеск. Тряпочки желательно менять почаще, потому что в жиру набиваются всевозможные песчинки и когда вы протираете тряпочкой, можете нанести дополнительные царапины на остатки полировки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот эта вот грязь, она как раз и не даст проникнуть чистящему средству на поверхность серебра. После того, как мы удалим эту грязь, предметы чистятся очень легко. Продолжение следует... Продолжение следует... Растворитель очень хорошо снимает все жировые загрязнения. Как только поверхность очищается, тряпочка под ним начинает скользить легко. Видите, что там творится... Процесс отмывки каким-либо растворителем продолжаем до тех пор, пока тряпочка не будет оставаться чистой. Это будет говорить о том, что все, что можно было снять растворителем, мы сняли. Но вот еще остаются следы, поэтому еще стоит немножечко потереть. Посмотрите, что стало с обратной стороной после всего лишь отмывки растворителем. Ушел жир и проявилась заводская полировка с таким круговым узором. И обратите внимание, сколько грязи просто смылось при помощи обычного растворителя. Следующий этап это отмывка специальным раствором для чистки серебра. Называется раствор флюрин. Я использую, заметьте, для золота. Он работает более щадяще, нежели флюрин для серебра. Наливаем немножечко и ждем эффект. Размажу тряпочкой по всем щелям, чтобы состав начал работать. И буквально на глазах потемнения начинают исчезать. Поскольку подносом все-таки пользовались, что-то ставили на него. На нем много таких неглубоких царапин. И в них позабивалось едкое вещество. Может быть чай, может быть кофе. Смотрите, тряпочка тоже темнеет от раствора. И поднос на глазах очищается. Еще добавим жидкости. И продолжим процедуру. На подносе появляются, становятся видимыми различные царапины. Это как раз то, о чем я говорил неоднократно. Когда патина, она все-таки маскирует всевозможные дефекты и царапины на предмете. Вот смотрите, какая разница между той частью, которая была в патине и той, которая очистилась буквально за несколько минут, пока мы с вами смотрим. Смотрели, втирали и общались. Пора пройтись по краям. Для того, чтобы жидкость начала работать по всей поверхности подноса. Еще раз покажу вам, вот где жидкость была, а вот где еще ее не было. Сейчас я намазал и этот край тоже начинает светлеть. Очистка проходит буквально на глазах. Видите, потемнения в центре подноса были значительные, они все уходят. Можем сразу обратную сторону для того, чтобы равномерно процесс происходил. Правые отложения. Жидкость без труда проникает на поверхность серебра. И видите, как красиво очищается на ваших глазах в буквальном смысле. Проявляется как фотография. Здесь уже проявился, здесь еще черные места. Я сейчас потру немножечко, и они тоже осветлятся и заблестят. Очень важный момент, когда пользуетесь этой жидкостью, нельзя дать ей засохнуть. Нужно обязательно ее периодически мочить, либо смывать. Когда она засыхает, она кристаллизуется и въедается в поверхность серебра. Поэтому останавливаться нельзя. Смотрите, какой красивый уже стал поднос, к нему вернулся блеск серебра. Вот эта часть чем-то едким повреждена. Придется ее немножечко полярнуть. А так вот процесс очень заметен, как он происходит. Как происходит сама очистка при помощи жидкости флюрин. Вот видите, кристаллы высыхают и появляются на поверхности такие кристаллики. Их нужно быстренько смывать, потому что потом поверхность становится буграми. Такая жидкость все-таки едкая, она объедается в серебро. Те потемневшие места, которые не отмылись флюрином, я не буду больше замывать. Я применю еще один реагент, называется он паста для полировки. И при помощи легких движений сразу удалю эти черные потемнения и заодно заполирую предмет. Вот смотрите, буквально на глазах появляется красивая поверхность за считанные минуты. И еще что хочу сказать, для полировки я уже применяю не тряпки, а мягкую туалетную бумагу двухслойную для детей. Сейчас мы посмотрим, что получится дальше. Почему туалетную бумагу? Во-первых, она лучше в себя выбирает пасту, чем ткань не размазывает. Видите, да? А во-вторых, в нее гарантированно не забьются никакие песчинки. И вот к подносу возвращается былой блеск. Вот, хотя ему уже больше ста лет. Вот так выглядит отмывка, очистка серебра. Следующий этап это полировка. И покажу процесс этот в отдельном ролике. Продолжаю отмывать серебряный чайный сервиз. Это крышка от сахарницы. Вот так она должна выглядеть. Это внутренняя часть. А вот так она выглядит сейчас. Как сказали бы мои коллеги, красивая вековая патина. Но, по моему мнению, патина это грязь. Поэтому, буду ее удалять. Удалять буду при помощи все того же флюрина для золота. Так как он в более щадящем режиме очищает серебряные предметы от грязи или от патины. И вот смотрите. Протираю. И буквально у вас на глазах патина уходит. Не нужно тереть ничем. Натирать, полировать. Буквально потер тряпочкой. Но для того, чтобы получился такой эффект, обязательно нужно предварительно предмет серебряный очень-очень тщательно обезжирить. И тогда получится вот такой замечательный эффект отмывки. Еще чуть-чуть добавлю жидкости. Вот. Почти крышечка уже приобрела цвет серебра. Она немного поцарапана сверху. Поэтому после полировки, после очистки ее ждет полировка. А после полировки заиграет зеркальным блеском. Который уже, вот как вы видите, начинает проявляться. А темные все загрязнения уходят и остаются вот на тряпочке. Вот так вот. Отмывается серебро очень быстро. Сколько мы с вами тут? Ну, трем его. Может быть. Две-три. Но получается замечательно, эффективно и быстро. И, главное, бережно. Без каких-либо абразивных веществ это средство никак серебро не царапается. Дополнительные царапины не появляются. А те, что есть, придется устранить сначала мелкой наждачкой, а затем полировальной пастой. Покажу этот процесс в отдельном ролике. Еще один предмет для примера отмывки. Это серебряный чайник из того же сервиза. Вот так должен выглядеть в сохранившейся еще зеркальной полировке. 925 проба стерлинговое серебро. Однако многим коллегам не нравится, наоборот, нравится вот этот грязный вид предметов. Я думаю, что все-таки это они лукавят. И повторюсь, под такими загрязнениями как раз скрываются всевозможные дефекты предметов. Я не люблю вот эту грязь и со всех предметов ее смываю и возвращаю предметам тот вид, в котором они были созданы больше ста лет назад. Все тот же флюрин для золота, он обладает более щадящим эффектом, нежели флюрин для серебра. И начиная с верхней части будем его наносить. И сразу же появляется цвет серебра. Это один из самых простых и щадящих способов отмывки серебряных предметов. Видите, как это быстро происходит, но очень важно перед этим процессом обязательно тщательно обезжирить предмет. Смыть с него все следы рук, продуктов и всего остального для того, чтобы смылось все очень легко. Скоро надо будет брать уже новую. Обязательно следите за тряпочкой, чтобы на ней не было следов грязи. В этих следах могут быть песчинки, которые продолжат царапать поверхность предмета. В любом случае после полировки флюрином, после очистки флюрином необходима полировка предмета пастой. Это неизбежно, так как из вот этих вот, наверное, те места, где предмет потемнел, там уже поверхность нарушилась и из нее съелся какой-то металл, который был в составе серебра. Соответственно, нужно поверхность выровнять, что и делается полировкой, выравнивание поверхности. Вот чайник потихоньку очищается. Как говорят, можно было, конечно, макнуть весь предмет, но тогда расход будет очень большой. Смотрите, как обнажаются все царапины после смывки патины. Все их необходимо будет заполировать, чтобы чайник пришел в то состояние, в котором его изготовили. А многие антиквары не только не умеют полировать, но еще и ленивы. Они не хотят восстанавливать предметы и продают их как есть. Носик чайника очень черный. Равномерно так же эта чернота вся смывается при помощи химии. Я сейчас смою водой вот это лишнее и покажу вам на примере чайника. Вот здесь красивая поверхность без царапинок. Каким образом полировка предмета возвращает ему былую красоту. И покажу, насколько это несложно делать эту операцию. И каждый из вас может ее вполне выполнять в домашних условиях. Для этого не требуется какая-то мастерская, достаточно в тазика тряпочки и флакончика с жидкостью. Какие-то потемнения очень сильные, чтобы на них полежала немножко тряпочка смоченная флюорином. Периодически промываю очищаемую поверхность теплой водой для того, чтобы кристаллизующийся флюорин не продолжал разъедать поверхность. И процедуру повторяем обильно смачиваю тряпочку флюорином и продолжаем равномерно протирать поверхность. И вы видите, как уходят грязные следы. Поверхность становится немного матовой, но всю эту матовость потом можно будет снять полировальной пастой. Вот здесь очень густое загрязнение, поэтому, наверное, нужно приложить вот так тряпочку и слегка ее намочить флюорином. Эффект должен произойти буквально за секунды. Ну да, видите, как получается разного характера загрязнение, но даже они уходят. Очень темное было, не начало сходить. Еще подержать нужно немножко. Вот таким образом, относительно медленно, мы же хотим сохранить поверхность, относительно медленно происходит очистка серебряных предметов. Поэтому те ребята, которые говорят, что вы там покупаете подешевле, продаете подороже. Вы, ребята, не правы. Для того, чтобы предмет продать подороже, его необходимо привести в порядок. А на это тратятся средства, время. Ну и, конечно, нужны знания для этого определенные. Чем мне еще флюорин нравится, то, что в труднодоступных местах тереть не нужно. Достаточно приложить вот эту тряпочку, капнуть на нее немного флюорина и подержать. И загрязнения, видите, уходят. Больше ничем туда не подлезешь. Либо залазить какой-нибудь ватной палочкой с пастой, но это головняку. Вот так гораздо легче очищать. Потом достаточно просто даже протереть такие труднодоступные места. Просто протереть специальной тканью для полировки серебра. И всю поверхность очищена и блестит. Вот видите, как совсем немного времени, подержав в щели эту тряпочку, смоченную флюорином, загрязнения все легко удаляются. Процесс отмывки предметов от патины завершен. Патина удалена даже в самых потаенных местах. Осталась небольшая матовость, которая удалится впоследствии при полировке. И обратите внимание, обнажились всевозможные царапины, которые были на предмете. Казалось бы, можно оставить и так, со следами бытования, но они мне не нравятся. Поэтому я их буду удалять и покажу, как это буду делать в отдельном ролике. И здесь еще необходимо удалить шрам от удара. И вот уже начал его ликвидировать. Тоже покажу, как это буду делать в отдельном ролике. А для отмывки предметов, повторюсь, вот даже в самых потаенных местах, куда сложно чем-то подлезть, эта волшебная жидкость отмыла все идеально. Жидкость, которую я использовал, называется флюрин. Производство Россия, но, к моему удивлению, ее дешевле покупать на Алиэкспресс. Ссылка для покупки со скидкой в описании к ролику. И для последующей полировки, и когда появляются крупные какие-то потемнения, для удаления их я использую немецкую пасту Автосол для всех металлов. Ее тоже дешевле покупать на Алиэкспресс. Аналогично, ссылка будет в описании к ролику. На этом все. Последующий этап полировки и зачистки глубоких царапин покажу в отдельном ролике. Продолжение следует...